В социальных сетях в течение последних двух недель распространился видеоролик из оккупированного восточного Туркестана, на котором запечатлено то, как китайские власти используют уйгур и представителей молодежи других тюркских мусульманских народов в качестве рабской силы, чтобы дать толчок развитию китайской экономики после падения из-за коронавируса. Об этом пишет журнал Bitter Winter, который освещает проблемы прав человека и религиозных прав в Китае. Как пишет Идали Реали со ссылкой на журналиста радио Свободная Азия Алима Сеитофа, зарегистрированное массовое перемещение молодых людей из провинции совпало с широко распространенной в Китае практикой закрытия населенных пунктов из-за коронавируса, когда другим китайцам было запрещено покидать свои дома. Эти видео появились в то время, когда коронавирус распространялся в Китае и по всему миру, когда большинство китайских компаний закрывалось и никто не работал. И мы видим только массовый перевод уйгурских рабочих в другие части Китая, отмечая журналист. Ранее Австралийский институт стратегической политики опубликовал доклад, в котором говорится об использовании уйгур и других мусульман из Синдзяня в качестве рабской силы. Китайское правительство способствовало массовому переводу уйгур и представителей других этнических меньшинств из Синдзяня в заводы по всей стране. В условиях, которые предусматривают принудительный труд, уйгуры работают на заводах, которые входят в цепочки поставок по меньшей мере 83 известных мировых брендов в области технологий, одежды и автомобильной промышленности, говорится в докладе. По данным авторов доклада, более 80 тысяч уйгур были переведены из Синдзяня для работы на фабриках по всему Китаю в период между 2017 и 2019 годами, а некоторые из них были отправлены непосредственно из лагерей для перевоспитания мусульман. Напомним, что китайские власти вот уже на протяжении нескольких лет на глазах международного сообщества ведут политику по уничтожению уйгуров на оккупированной территории Восточного Туркестана. При этом, так называемое международное сообщество не предпринимает никаких мер для предотвращения преступлений китайских властей. Продолжение следует...